А это что? Английские, да? Это полное. Эмираты, да. Ребята, научите меня считать деньги, вот как афганцы считают. Вот так считается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, восемь. Ты не можешь так считать? Я, наверное, не могу. Идаками, идаками, идаками. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, десять. А еще как-то вы вот так считаете, нет? Да, да. Ну-ка, покажи как. Идакам. Да. Назад. Пожалуйста. Фокусники. Конечно. И ты хочешь, чтобы я вам верил? Это... Так, попробуем разобраться, насколько они здесь все честные. Берем сто долларов. Настоящие. Давай на евро поменяем. Чем я? Чем я? Мало, мало, мало. Так, поменяли? Честно? Хорошо. Хорошо. У кого реалы есть? Реал. Окей? Хорошо. Так, на что бы еще поменять? Афгани? А ты мне тоже? Да. Ченчина? Да, Ченчина, Афгани. Четыре тысячи двести афганец. Мало. Почему? Больше давай. Четыре тысячи двести афганец. Афганец очень хороший. Ну, хорошо, хорошо, давай. Давай, хорошо, ладно. Так, доллары, доллары. Вот на все это доллары хочу купить. Митиш, восемьдесят четыре доллара. Давай. В результате всего этого международного, и может быть, и может быть, подожди, я говорю, я говорю, в результате всего этого, может быть, не очень законного, но честного, я потерял 16 долларов. Ну, в конце концов, за удовольствие общаться с этими замечательными людьми тоже надо платить. Чего-то бесплатного, и милая, и в Афганистане. Уличные менялы – низшая каста афганских финансистов. Их собственный заработок невелик, а шансов выбиться в олигархи вообще никаких. Кстати, руководство этого валютного рынка было очень недовольно появлением нашей съемочной группы, и нам стоило большого труда убедить их в том, что намерения у нас самые, что ни на есть, добрые. Слева